Генеральная прокуратура предложила новую стратегию возврата украденного миллиарда. Там заявили, что это возможно только если задействовать уголовные и гражданские инструменты. Последние, как заявили в Генпрокуратуре, до сих пор не использовались, что ограничило возможности государства по возврату активов. Ведомство призвало создать рабочую группу из членов правительства и парламента, чтобы при взаимодействии с другими компетентными органами разработать именно гражданскую составляющую стратегии. Нам не удалось дозвониться до пресс-секретаря Генпрокуратуры Марии Виеру, чтобы узнать, являются ли предложения исполнением требования парламента разработать новый механизм возвращения средств, похищенных из банковской системы. Крайний срок на это 20 сентября. Тем не менее, депутаты ПДС назвали идеи Генпрокуратуры запоздавшими. У меня нет комментариев, думаю, ни у кого нет слов. Мы знаем, что не работает, не продвигается, что воры бегут, что ни одного лея не вернули. Мы все это знаем, хватит, спасибо. Мы ждали возвращения средств, а не создания очередной рабочей группы, которая будет собираться и пить кофе. Это не обязательно ошибочное видение, но почему только сейчас? Там отлично знали, что прогресс – одно из условий предоставления второго транша макрофинансовой помощи. Почему же им потребовалось два года, чтобы прийти к предложению создать рабочую группу? Поддержать предложение Генпрокуратуры намерен блок коммунистов и социалистов. Кража стала возможной благодаря политической сплоченности, участию правительства, парламента и Национального банка. Они вместе изменили закон о Нацбанке, государственные гарантии и приняли секретные решения. Сейчас нужно значительное усилие со стороны политического класса, и в том числе от парламента. Если прокуратура считает, что это может дать хороший результат, то почему бы и нет? Нужно использовать все инструменты, чтобы наконец-то разобраться с миллиардом, где он, кто украл и как вернуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова